МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Региональная команда региональной власти, губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с посланием к жителям региона. Уменьши желудок и похудей в ОКБ прошла уникальная операция, которая поможет пациентке скинуть избыточный вес. И будущие доктора отметили День российской науки. В пятницу 9 февраля губернатор Рязанской области Николай Любимов выступил с посланием к жителям Рязанской области. Ранее подобные мероприятия в нашем регионе не проводились. Увидеть трансляцию выступления могли все желающие. В филармонию были приглашены представители исполнительной и законодательной власти региона, руководители крупных предприятий и организаций, образовательных учреждений области и лидеры общественного мнения. Слышать каждого, работать для всех. Под таким девизом губернатор региона выступил с посланием к жителям области. Мероприятие такого формата для Рязани – новинка. Послание Любимова, по сути, уже сегодня позволяет заглянуть в будущее. Оно повествует о том, как Рязанская область будет развиваться в 2018 году. Одна из первых задач – регион должен довести инвестиции до 100 миллиардов в год. Уже заключено соглашение на более чем 50 миллиардов рублей. Глава региона анонсировал в ближайшее время подписание еще 8 на 40 миллиардов. Для людей важно, что с их реализацией в регионе должно появиться не менее 5000 новых рабочих высокотехнологичных мест. Любимов назвал улучшение инвестиционного климата среди главных проектов, который будет курировать лично. Задача – войти в топ-20 лучших регионов по инвестиционной привлекательности. На личном контроле глава региона будет держать и создание в области цифровой экономики. С этого года на базе бывшего училища связи мы начнем создавать Рязанский инновационный научно-технологический центр. Он объединит потенциал ведущих вузов и предприятий. Его основной задачей станет создание условий для развития IT-технологий. Компании и разработчики получат доступ к инфраструктуре для реализации и последующего внедрения новых проектов. Понятие, которое для региона – новое. 2018 год Любимов объявил годом бережливого производства. Это позволит совершенствовать механизмы управления, оптимизировать рабочие процессы, снизить затраты. У нас уже есть первые результаты. В частности, в медицинских учреждениях сокращается период ожидания пациентов. Что касается остальных отраслей, то в сфере дорожного строительства в этом году планируется вокруг Рязани построить транспортное кольцо для пропуска транзитных автомобилей. В сфере АПК проведут инвентаризацию пустующих земель сельхозназначения. По сравнению с прошлым годом на развитие здравоохранения в регион направят на четверть больше средств. Они пойдут на приобретение оборудования для онкологического диспансера и проведение ремонта в областной клинической больнице. На особом контроле продолжает оставаться и вопрос об обманутых дольщиках. Речь главы региона длилась более получаса и коснулась всех сфер жизни современного общества. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 9 февраля в арбитражном суде Рязанской области состоялась итоговая коллегия. На ней были озвучены результаты работы прошлого года. На заседание побывала Алена Куколева. Областной арбитражный суд отмечает тенденцию к увеличению количества исковых заявлений. Об этом сегодня было заявлено на итоговой коллегии. В 2017 году рассмотрено более 9,5 тысяч дел. Это на 33% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее увеличение количества дел коснулось ненадлежащего исполнения договоров по кредитам, страхованию, разрешению корпоративных споров и заявлений о привлечении к административной ответственности. Около половины всех дел касаются экономических споров в сфере гражданских правоотношений. Но самое значительное увеличение показателей произошло в части взыскания обязательных платежей по заявлениям Пенсионного фонда. Резкое и самое значительное увеличение показателей произошло в части разрешения споров о взыскании с организацией граждан обязательных платежей санкций по заявлениям Пенсионного фонда Российской Федерации. В 2016 году было рассмотрено с указанной категорией 19 споров. В 2017 году разрешено 1519 дел. В заседании коллегии приняли участие руководители территориальных органов федеральных структур, представители исполнительной и законодательной власти, а также губернатор региона Николай Любимов. Алена Куклева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Техника, которая окружает людей, зачастую им и вредит. 7 февраля в Касимове, в одном из домов микрорайона Черемушки, был обнаружен труп 20-летнего молодого человека. Сотрудники следственного комитета выехали на место происшествия, после чего установили причину смерти молодого человека. Днем молодой человек решил принять душ. Перед этим он взял с собой сотовый телефон, прошел с ним вместе в ванную комнату, телефон он положил на верхнюю поверхность стиральной машины, а после стал принимать, скажем так, вводные процедуры. В процессе принятия вводных процедур сотовый телефон дозвонил, и молодой человек, будучи сырым, потянулся к этому телефону. И, как оказывается, уже в последующем было установлено, стиральная машина не была заземлена, сила тока прошла через сотовый телефон, поскольку с поверхности руки молодого человека, который тянулся к сотовому телефону, потекла вода, и она током поронзила тело молодого человека. В результате этого наступила скорпостижная смерть. Сотрудники Касимовской городской электросети подтвердили, что электрическая розетка в доме не имела заземления. Здание относится к старому жилому фонду, в нем было не предусмотрено аварийное отключение электричества. Любая аппаратура должна быть заземлена, будь то компьютер, холодильник или стиральная машина. Это обезопасит как от электрического удара, так и от электростатики. Можно заземлить саму розетку, если такой возможности нет, значит надо будет кинуть отдельный провод и заземлить от него. Если сами не сможете сделать, значит надо вызвать квалифицированных специалистов. Каждому необходимо позаботиться о своей безопасности и заземлить либо розетки, либо сами бытовые электрические приборы. Частных детективов мы привыкли видеть в фильмах и в сериалах, но это люди реальной профессии. Контроль за их деятельностью осуществляли в разное время полиция и Росгвардия. Кто же такие детективы и чем они отличаются от представителей правоохранительных органов, расскажем далее. С 1 января этого года контроль за деятельностью детективов и их лицензирование теперь осуществляют сотрудники Росгвардии. Сейчас в Рязанском регионе 7 частных детективов. Некоторые из них объединяются в агентства. Детективом может стать гражданин Российской Федерации, достигшие 21-го летнего возраста, имеющие высшее юридическое образование, либо стаж работы в оперативных подразделениях, не стоящие на учете по некоторым показателям, медицинскому учете я имею в виду. С законодательством жестко определены требования к частным детективам. Основным из них, как ни странно, является недопущение вмешательства в личную жизнь тех граждан, в отношении которых они проводят свои изыскания. Сейчас на территории Российской Федерации у нас продаются много различных технических средств, наблюдения, подслушивания. Но вот это для частного детектива запрещено использовать. Потому что все свои действия он должен производить только с согласия того лица, которого он снимает или записывает. Вот здесь как бы есть тонкая грань, которую он не должен переступить. Поиск должников, помощь в выводе ребенка из плохой компании, раздел имущества. Детектив по всем этим делам собирает информацию, изучает ситуации, устанавливает обстоятельства. Но никто не говорит, что он не может применять фото и видеосъемку. Узнать, как это делается, можно у самих детективов. Для каждого отдельно взятого случая они разрабатывают особенную тактику в зависимости от целей обращения клиентов. Кто-то хочет вернуть мужа, а кто-то наоборот развестись. Или не остаться с носом при разделе имущества с состоятельным супругом. Муж собирается развестись. Почему, неизвестно. Жена из-за этого начинает нервничать и волноваться. И когда уже дело подходит к разводу, зачастую оказывается, что муж уже и не богат. Он куда-то делал свое имущество, переписывал, передарил. Ну и, соответственно, жена обращается к нам, чтобы мы уточнили, узнали, куда делось все имущество, все активы этого супруга. Бывало ли так, что вы находили это имущество, действительно, что муж его перед разводом припрятал просто? Да, бывало. Ну, как передаривал. То есть потом уже адвокат признавал эти сделки недействительные договоры дарения. В этом случае супруг раздарил совместно нажитое имущество. Вмешательство детектива кардинально изменило исход бракоразводного процесса. Ведь адвокат через суд смог наложить арест на это имущество. Все сотрудники нашего детективного агентства имеют огромный профессиональный опыт именно оперативной работы. Они все являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов и имеют стаж более 10 лет именно подобной работы. И, соответственно, когда им пришел момент закончить их службу, то выбор, собственно, не вели. Кто-то идет в охрану, кто-то идет в коммерцию. А люди, которые действительно любили эту работу, работу в поле, работу на помощь людям, они решили продолжить то, что они умеют делать и делают это хорошо. И организовали уже частное именно агентство, которое занимается помощью людям. В Москве и в Санкт-Петербурге уже никого не удивишь детективами. А в Рязани горожане пока только привыкают к данной услуге. С каждым днем обращаюсь все больше к детективам, которых раньше наблюдали в основном только на экранах телевизоров. В кино и по телевидению показана такая романтическая часть работы детективов. Какие-то интересные моменты, погони, какие-то интересные совпадения. Конечно, в работе реальных детективов это тоже все присутствует, но это лишь небольшая часть. Большая часть работы детектива, она тоже кропотливая, рутинная работа, поиск информации по различным базам. Иногда, чтобы найти нужного человека, нужно опросить сотни других людей, прежде чем выйти на нужного человека. Иногда работа оказывается просто бессмысленной. Но, конечно, присутствуют и какие-то интересные моменты, и какие-то погони. Как говорят детективы, в реальной жизни найти человека по какой-то единой базе за пару секунд невозможно. Это требует большого самоотверженного труда. Иногда, чтобы проследить за человеком, им необходимо отправиться за ним неожиданно для самих себя в другую страну. И, как говорят сами детективы, очень часто дела, которыми они занимаются, являются весьма увлекательными и интересными. Чем же эти люди отличаются от обычных полицейских? Их главное преимущество в том, что они могут сохранить все полученные данные в тайне. К ним обращаются часто те, кто не хочет огласки своих проблем и пытается найти оптимальное для них решение. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Рязанской областной клинической больнице вновь прошла уникальная для нашего города операция. Пациенткой оказалась женщина с избыточным весом, которую удалили часть желудка. В результате Рязанка в скором времени сможет вернуть свой нормальный вес. На операционном столе в областной клинической больнице оказалась женщина и индекс массы тела, который составляет 51 килограмм на квадратный метр, то есть весит она порядка 150 килограммов. Гипертоническая болезнь, нарушение работы сердца и дыхательной функции – далеко не полный перечень сопутствующих проблем. На данный момент пациентке показано эндопротезирование тазобедренных суставов, и успех этой операции напрямую зависит от индекса массы тела. Так что было принято решение сделать женщине продольную резекцию желудка. Продольная резекция желудка, аббревиатура СЛИВ, она известна именно таким образом. Мы превращаем желудок из объемного мешка в трубочку, объем где-то 50-80 миллилитров. На что мы рассчитываем? На то, что уменьшается объем питания у пациента, буквально небольших порций пищи, 2-3 чайные ложечки, что называется, достаточно для того, чтобы пропало чувство аппетита, пропало чувство голода, человек быстро наедается, соответственно, происходит постепенное снижение веса. В перспективе пациентка сможет похудеть на 50-60 килограммов, а благодаря новейшим технологиям выписаться после операции она сможет уже через 2-3 дня. Великолепное оборудование, скажем, те современные инструменты, на которых мы работаем, и которыми мы работаем, они позволяют делать эти операции лапароскопически, через маленькие проколы передней брюшной стенки. Минимальная травма, максимально быстрый период восстановления. Продольная резекция желудка является одной из многих уникальных операций, которую сегодня могут сделать врачи областной клинической больницы. Ведь для России манипуляции такого типа пока являются редкостью. По статистике, в нашей стране делают всего лишь около 4 тысяч подобных операций в год, в то время как в странах Европы их совершают порядка 20-30 тысяч. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». День российской науки традиционно отмечают 8 февраля. Праздник появился в конце 20 века. Это памятный день ученых, исследователей, тех, кто всерьез занимается наукой. Многие научно-исследовательские институты, а также учебные заведения отмечают его научными конференциями. Однако руководители Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова придумали для студентов и преподавателей другой формат. Подробнее расскажет Валерий Седов. 8 февраля в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова прошла интеллектуальная игра под названием «Кругозор». Как заявили представители вуза, таким способом они решили уйти от привычных рамок празднования Дня науки. Как сообщили организаторы, такого отклика от студентов и сотрудников они не ожидали. Вместо 15 заявленных команд на игре присутствовало 21. Притом в их составе были как студенты, так и преподаватели. Я очень рад, что мы так вот красиво и интересно празднуем День российской науки. То, чему мы в том числе служим, ученый не может преподавать без учености, без того, что он стремится к научным знаниям, быть не может. Студент не может быть без науки, он не постигнет никогда искусство врачевания в полном объеме. Ну и гимнастика для наших светлых умов – это вообще самое неотъемлемое и то, что нужно. Спасибо вам! Как заявляют организаторы, в викторине очень много логических вопросов, и чтобы ответить на них, энциклопедических знаний не хватит. И во всех турах интеллектуальной игры взаимодействия всех членов команды – и юных, и пожилых – будьте друг другу только на руку. Веселая селезенка, деда Толя, во красотки, помогите человеку хорошо. Это только часть команд, которые состязались в ловкости ума. Очень радостно отметить, что, несмотря на то, что здесь большое количество студентов, которых мы ожидали, что это новое интересное мероприятие вызовет у них интерес, но радо наблюдать, что здесь пришло большое количество наших профессоров, которые уже, наверное, привыкли к более традиционным формам празднования Дня науки, проведения научных мероприятий. Харизматичный ведущий раз за разом задает новые вопросы. Здесь проверяются и общие знания, и подкованность в музыкальных композициях. С каждым туром вопросы становятся все сложнее и сложнее. Однако всем участникам это только по нраву, и отступать никто не намерен. Настрой у всех команд – боевой. Мы очень любим нашу ВОЗ, это же весело. Попробуйте свои силы. Да. Верите? Вы что сможете? Интересно. Эта игра, на первом средстве, своя сила попробуйте, а во-вторых, это команда игра, которая объединяет людей. Мы очень интересны вместе, поэтому участвуем. Мы всегда играем. Жажду знаний. Мы любим играть в такие игры, да. Они мои обучаемые по профессии, и я считаю, что я их должен поддержать. Они меня. Я окончил ВОЗ давным-давно, в 1964 году, и в наши времена и не было залов, и не было таких мероприятий. Так что очень приятно присутствовать в такой ситуации. Интеллектуальная игра «Кругозор» проходит только в первый раз. Правда, огромное число участников позволяет надеяться, что мероприятие такого рода станет ежегодным. И проректор по научной работе и инновационному развитию эти мысли полностью подтвердил. Учитывая такое большое количество народа, которые откликнулись на нашу идею, мы будем эти мероприятия, естественно, совершенствуя, меняя тематики вопросов. Мы будем, конечно, проводить, я думаю, не только каждый год, но и несколько раз в год, и ориентируясь на различные мероприятия, поводы информационные. Всего в интеллектуальной игре «Кругозор» было 8 раундов. Итоги подвели в тот же день и наградили команду победителей. Однако остальные команды ничуть не расстроились. Участием они довольны и пообещали, что в следующем году обязательно выиграют. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Магазин «Клондайк» на протяжении уже более 20 лет предлагает рязанцам одежду с историей. Известные марки по доступным ценам – непреложное правило «Клондайка». Сегодня постоянно клиенты и те, кто только планирует покупку качественной одежды, могут найти его по новому адресу. Магазин переехал на второй этаж торгового центра «Атрон». Если вам хочется почувствовать себя свободным и в то же время подчеркнуть индивидуальность, самое время познакомиться с одеждой, представленной в магазине «Клондайк», которая теперь располагается на втором этаже торгового центра «Атрон». «Мустанг», «Пепе Джинс», «Пьер Карден», «Ли», «Вранглер», «Кэмл Эктив» – здесь представлены самые известные фирмы, которые предлагают джинсовую одежду уже не одно десятилетие. В магазине «Клондайк» вы сможете приобрести куртки и пуховики, джемпера и рубашки, и, конечно же, джинсы самых разнообразных фасонов и даже утепленные модели от «Кэмл Эктив». Кроме того, здесь же можно подобрать яркие аксессуары – перчатки, шапки, ремни. Все это дополнит ваш образ и сделает его по-настоящему стильным. На сегодняшний день в магазине «Клондайк» действуют акции, которые наверняка заинтересуют ценителей качественной одежды. Так вас ждет скидка в 50% на прошлую коллекцию. Кроме того, при покупке двух вещей половину стоимости второй вам оплатит магазин. И даже на одежду из новой коллекции действует скидка до 30%. Если же вы хотите сделать практичный подарок своим родным и близким, то «Клондайк» предлагает приобрести подарочные сертификаты на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Для постоянных клиентов предусмотрена клубная карта, дающая реальные преимущества и бонусы. В магазинах «Клондайк» вы поймете, что фирменная одежда отличается не только качеством, но и покроем. Она идеально сядет на любую фигуру, скрыв недостатки и подчеркнув достоинства. В такой одежде вам будет комфортно и в офисе, и на отдыхе. Напомним, что магазин «Клондайк» переехал, и сегодня он располагается на втором этаже торгово-развлекательного центра «Атрон». На этом у меня все. Вы можете следить за новостями Рязанского региона на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Рязанским ипотечным фондом. Рязанским ипотечным фондом.